Это поселок Сибирь, Северского района Краснодарского края. Здесь тихо, свежий лесной воздух. Наш выход в лес разведывательный, познавательный. Будем искать грибочки, отдыхать. Но это явно не за грибами. С такой маленькой корзинкой. За кизилом. За каким кизилом? За зеленым. Ну все, вперед. Да, корзиночка маленькая. А вдруг грибы? Дождик был хороший, лужи стоят еще. Первый грибочек, замеченный нами. Что может быть лучше прогулки в лесу? Сейчас здесь так здорово. Мух нет, комаров нет. Птички поют. Просто хор необыкновенный. Этот грибочек называется берестянка. Мякоть у него очень вкусная. Используется для жарки нами. Ножка жесткая, пища непригодная. И этот грибочек мы готовим без предварительного отваривания. У него широкие пластинки снизу. Довольно-таки плотная ножка. Даже если ее отварить не приготовишь. А шляпка такая мягенькая, ароматная, с выраженным грибным запахом. Это первый гриб съедобный, который я держу в руках в этом году. Не знаю, что это за грибок, но пахнет очень-очень приятно. Грибной запах с небольшой фруктовой ноткой. Очень красивый. Молоденький еще пока. Возможно, и съедобный. Но мы его не знаем. Такие грибочки не берем. Лес просыпается. Много растет вот таких вот грибочков. Каких-то поганковидных. Суховато в лесу. Поднялись мы на горку. Здесь еще суше, чем внизу. Пришли в смешанный лес. Здесь растут дубы, грабы и сосенки. И нашли вот такого взросленького масленочка. Немножко даже уже подсушенный. Но, по-моему, еще даже не червивый. Ножка чистенькая. Как он пахнет! Это что-то потрясающее. Даже если не насобираем, чтобы приготовить, застопа нюхаешь. И вот он на изломе. Абсолютно хороший, свеженький. Еще одна находка. Гриб-курица. Трутовик серно-желтый. Молодой экземплярчик. Грибочков не нашли практически. Зато будут веники дубовые. Ох, какой классный веник будет. Немножечко оставишь мне для маринования огурчиков. Весниплярчик. Музыка. Продолжение следует... Лягушка. Великовата оказалась корзиночка для нашего сбора. Один огромный масленок. Крупный, подсушенный, но совершенно не червивый, чистенький. И три берестяночки. Конечно, для приготовления какого-то блюда их у нас очень мало. Но есть выход. В морозилке еще прошлогодние запасы замороженные грибочки. И мы будем делать грибную икру.